Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мне грешен! Христос воскрес! Номер 143. Вопросы и события дня. Задавайте вопросы 2 мая 2016 года. Прошу быть снисходительными к тому, что вот говорят, а почему вас не видно, то другое. Я один. Кое-как настрою аппаратуру, чтобы хоть маленько что-то насчитать. Такой специалист совсем никакой. Ну, как всегда, здесь последняя фраза императора. Я потом когда-то буду объяснять. И чтобы мне не писали только ВКонтакте. ВКонтакте я не бываю. Не в Одноклассниках, только на наш форум. На наш форум. Я вам покажу форум, запомните. И вот сюда и давайте. Ну, и объявление, чтобы кто-то помог краткое содержание роликов составить. Вот. Я так кратко показываю, о чем сейчас речь идет. Затормозите, чтобы прочитать можно было. Ну, вот так вот. Ну, это в нашем сайте. Там начитанное. И много очень книги перевести. Вот говорят, вот в эти позиции. Тут 7 позиций. Тоже уже начинает один делать. Ну, помогите. Ну, идут занятия пока. Вот сегодня среда. Как раз занятия будут. Сегодня третья уже. Ну, и тем не могу ответить. Спрашивают про крещение. Каждому отвечать. Я вообще не успеваю абсолютно. Но. Я сейчас показываю кратко содержание нашей маршрутки. Но без приглашения никому не приезжать. Сначала переговорить надо. Будет в озере у нас 10 июля. Ля. Перед августом месяц. В озере крещение. С троекратным полным погружением. Каждый год совершается. Первое воскресенье после 7 или 7. Вот считайте здесь. Затормозите и почитайте. А я буду передвигать. Вот как ехать. Все адреса спешите. Звонить больше двух минут. По телефону разговаривать нельзя. Ну, вот у нас, если кто не знает, я могу сказать. Для Барнаула код есть. 385-2. 385-2. Это надо будет мне написать. И мой телефон стационарный. 24-38-46. 24-38-46. Вот по нему можно дольше разговаривать. А по мобильному не больше двух минут. Остальное вредно. Ну, вот так. Это вот отсюда уже на этот день. Это Андрей мне, Марко, с Украины пишет. Я ему написал, какие книги хотя бы прочитать. Молодой человек. Ну, и такие вопросы задает. Ну, просто необходимые ему там по работе. А теперь говорит, а какие книги дальше читать. Я ему отвечаю. Теперь на нашем сайте, во свете Библии, можешь скачать трехтомник Нового Завета, Столкование Блаженного Фефилакта. Там же есть 12 томов Святого Иоанна Златоуста, 12 книг Жития Святых и книга правил Святых Вселенских Поместных Соборов и правил Святых Отцов. То есть там все в аудио. Вот когда это все заучишь, законспектируешь, а можешь где-то поискать в интернете, вот тогда можно будет идти дальше. А какие книги читать? Больше я никакие не советую. Я там посоветовал какие-то такие книги мирские прочитать. Крессио Рассаната Льва Толстого. Хотя ее священники не любят. Вот. Дальше. Вот вчера тут мой ролик сегодня поставили один. Ну, я попросил разрешения тут. Так уже получилось. Вот ролик. Вот этот, показывая его, смотри. Это не спор. Ефесянам 5.33. Жена одного боится своего мужа. Куда иголка, туда и нитка. Вот. Послушайте. Тут будут споры, разговоры. Ну, я всех спросил, кто участник был, кого касается. Ну, материал-то такой, по слову Божьей. Я тут еще не поставил под него комментарий. А комментарий это будет тот, который я сейчас показываю. Вот. Спрашивает, что тогда делать? Когда спрашивает, что же делать мужу, если жена разлюбила? Ну, что разлюбила? Это такое понятие-то. Один день не понравилось, не доспола и не разлюбила. Собралась без согласия мужа и за три девять земель улетела к матери своей. А ответ только один. И его нужно искать, как совета со святым духом, изрекшим через святых божиих человеков в Святой Библии. Подобные примеры бывшие уже и прежде нас и соотносить с первым Коринфянам. 10.6.11. Исурий, 19-20 глава. Как молодая женщина там оставила его и к отцу улетела. Полетела, а он соскучился, пошел за ней. Вот это была его ошибка. Ему не надо было идти. Она ушла, значит, это с концом. Как правило, мужчина это не подкаблучник должен быть. А она будет, если один раз ей уступил женщина, она всю жизнь будет играть с тобой. Еще что она собралась, пошла. Ты только бегать за ней будешь. Жизни не будет. Пропал мужик. Больше нет. Скажите, мусульман 2 миллиарда теперь с лишним. Ну и задайте им вопрос. За 1300 лет было такое, чтобы она взяла, да и убежала. И он бы оставил это никак. Этого быть не может. Это закон у них такой. Ну, Кристина Арбакайте судилась за сына Руслана. Она подключила до Рамзана Кадыра. Всех все развелась, развелась. Она выходила за какого-то там бизнесмена чеченского. Все. Ребенка отдали навсегда отцу. Он говорит, наш закон, он не сходится с государственным, но подыгрывает им, чтобы не раздодоривать зверя. И все ли? И все, и Пугачева не помогла, и бесполезное дело. Алла Борисовна думала, может быть, как-то она сыграет положительную роль. Ничего, не отдали внука, и все. Надо приезжать, встречайся, когда я разрешу. Это их закон. Ты знала, с кем связалась? Ты знала их национальные обычаи? Это они национальные обычаи держатся. А у русских-то нет национальных обычаев. Животные. А что по природе знают, как животные, тем расцвливают себя. Собралась и ушла. Вот она сбегала, а матери теперь нет. У нас такой случай был по теряльке. Ну, дети, живет, все нормально, но... И мать такая же была, говорит, отцу не покорялась, когда узнаешь, что... Сколько у нее ребятишек? Семеро. Семеро. Гляжу, не так. У нас столбы идут, телефон электрический, вкорчено. Она уже туда шпарит дальше. Мать умерла, нет. И теперь без нее оторвалась полностью, пошла на развод. Сатана знает, где ты был. Он тебя наклюкает, там найдет. Если один раз пошла, это конец. Ничего дальше уже не сделать. Она не может делать. Сатана уже надела уздечку и едет на ней, бьет ее. И она сделала скурительность, а православную веру полностью потеряла. И только ищет то, что против нас говорит где-то. Вражиной сделалась, и детей всех против настроила. Почему? Сатана. Ну а что? За нее каждый день я молюсь, молюсь. А может ли обратиться? Бог один знает. Но нам дано не гадать обратиться. Откуда ты знаешь? Говорит. И так откуда ты знаешь? Не обратиться ли? Если какое-то событие описывается в священном писании, и показаны последствия поступка сего, то это уже не просто событие определенного масштаба, а космического порядка, как провал Дафана, Верона и Корея. Они отделились от Моисея, отдельно свое решили сделать общество. А никто они такие-то. Живем в ад. Более страшного наказания не было. А что? Это образование в новой называемой формации. Конфессия. Какое слово? Деноминация. Нет таких названий. Есть ересь. Есть истинная ересь. Конфессия, деноминация, это еретики. Под этими словами сатана их закрывает. Под двойным шибером. И вот если такое случилось, то остальные... А почему сейчас еретики там разные возникают, которые харизматные? Почему они в ад не проваливаются? Один раз достаточно. Или поворот жены Лотовой. У нее даже имени нет. Или поступок Валаама, Каина. Об этих событиях потом говорится уже и в Новом Завете. Чтобы помнили об этом и не подражали погибшим. Ну, давайте мы сейчас посмотрим. Вот я сказал, ну а какие доказательства этому? Разве написано, чтобы помнили? Христос говорит, Лука 17, 32. Вспоминайте жену Лотову. Почему? Не оборачивайся назад. Взявшийся за плуг ненадежен для старости небесного. Она обернулась назад. А после нее, может быть, миллионы оборачивались назад. Участь то же самое, только хуже еще. Она, может быть, еще там покаялась в преисподних местах. А сегодня и этого не обещано. Оставив 2 Петра 2, 15. Оставив прямой путь. А они заблудились. Значит, есть и кривые пути. Идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную. А зачем об этом говорить? А за тем, что это были образы для нас. Он что, возлюбил мзду неправедную? Был пророк Божий, а сделался кем? Хулителем. И он погибнет во время, когда Израиль будет завоевывать территорию. Он будет убит, Бог его не сохранит, как предателя. Иуда 1, 11. Иуда, это апостол, кто не знает. Эти слова взяты из Священного Писания. Вот я сейчас показываю все это, высвечиваю. Жирным, курсивом и красным. Курсивом, то есть наклонно. Горе им, потому что идут путем Каиновым. Предают с обольщением мзды, как Валаам. Его порсти погибает, как Корея. Вот почему я вверху и сказал, сослался на этих людей. Это Иуда их вспоминает. Горе им? А кто такой Каин? Ну, знай, который убил... Почему? Потому что от сатаны был. Убил брата родного Авеля. Больше людей не было на земле. Никого. И однако он уже помешал. А чего бы тут война-то не возникла сегодня-то? Она на каждом шагу курится. Предагрессу обольщению мзды. Везде. Вот эти коррупционеры. Лоббируют всякие интересы. Ему дали взятку. Он счетчики поменяет. Хорошие счетчики. А он выпускает. Никто не берет. Приходят электрики, работают. Все убирайте. Так он нормально. Убирайте. Иначе засчитаем без счетчика. И ты вынужден будешь. Лоббирует самое гнусное. Уже народ беднее некуда, кажется. Еще беднее и беднее делают. Цены на все возрастают, допустим, в три раза. А пенсию там что? В полтора раза. Посмотрите, что делается. Ну, если пенсия, не пенсия, зарплата председателя, там описывают его фамилии, по пенсионному фонду, 1 миллион 300 тысяч. Не, как это? Лужков по недоверию уходит, пенсию дает 253 тысячи. Пенсия в один месяц. У меня вот пенсия 6500. Так у меня еще добавка к этому какая-то идет. Потому что я репрессированный, реабилитированный, как политзаключенный. Я не знаю, видно будет или нет, тут показывает себя. Вот 1 Коринфян 10, 6 и 11. Вот это наизусть надо заучить. А это впереди, что перечисляется, Каин и прочее. Были образы для нас. Чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы. Вот это 19-20 глава книги Судей. Прочитайте. Все это происходило с ними, как образы. А описано в наставлении нам, достигших последних веков. Что я сказал не так? Ну там написано. Он пошел за ней, за женой. А привез ее, привез мертвую. А не пошел бы за ней, все было нормально. И дальше заплатят больше, чем 80 тысяч человек за это. За побег жены. И эта молодая женщина убежала в свой дом к отцу. И что она выиграла? И он ее, когда ее там насиловали, когда он вез ее домой. Насиловали. Она умерла. Сколько их там насиловал? Всю ночь над ней издевались. А он ее разрезал, потом домой привез на 12 частей. И эти части по частям ее. Женщину, руку, ногу, кому. Все 12 колен. И все пришли, остальные колена, 11. И началась война с Ефремовым коленом, из которого были эти безумцы. Вот что. Этот ее поступок был настолько противоестествен, что Бог допустил страшное поругание ее. Стало, она стала, тут неправильно не стала, стала. Стала супругой всего, целого города. Вот почему и говорю, чтобы ни одна жена не посягала на то, что ей отнюдь не принадлежит. А что не принадлежит? А вы дальше считайте, что принадлежит, что не принадлежит. Опять же делаю курсивом. А учить жене не позволяя ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Выполнили это? Нет? Сегодня. Вот это правило поставь, и из верующих-то никого почти не останется. Нету. Быть безмолвии, учить, чтобы она не учила тебя. Она учит и учит. Почему? Если она учительница, а она это все переносит домой. И она с мужем, хоть он директор предприятия, будет активный человек, видный мужчина, а она будет пилить и пилить, пока она не останется. Она равняется с мужем, подравнялась, а никого рядом нет. Теперь в дурдоме сидит, как Жириновский рассказывает, больше некуда ей. И на два голоса разговаривает за себя и муж. Ревнует она, как будто муж здесь. Она уже не понимает, что он умер, она его хоронила. Она... крыша поехала. Говорит, что скатушек сослала. Не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Мусульмане это знают. Специально женщина выступает и говорит, он приходит с работы, разной неурядистой. Ты-то какая, ты одеешься, что не в этом залапанном салопе своем. Прими его. Скажи ему доброе слово, чтобы его ждали, чтобы он где-то в пилушках-то не шарился. У них и не шарятся мусульмане. Как Дмитрий Смирнов говорит, здесь будут жить мусульмане, потому что они ближе к Богу, чем христиане. Он только не говорит, что такими вы их попы сделали. Серахов, 26. Но это, видимо, не 26. Потому что в этой версии интернета, там на главу как-то меньше. Серахов, 25-29. Если она не ходит под рукой твоей, то отсеки ее от плоти твоей. Как угодно разбирай, спать будешь один. Отсеки ее. Как угодно толкуй. Но отсеки это слово рубить. Отсеки как секта, сектанство. То есть она как сектантка уже сделалась. Но она будет для них обиваться сектанткой. Она самая настоящая сектантка, если она бежала. Она отделилась от мужа. Оторвалась. Ей думать-то нещем. Муж-голова. Значит, сатана ей лепит и лепит мысли. Соединена ты с женой. Не ищи развода. Остался без жены. Не ищи жены. Не умрешь. Она тебе дала возможность теперь служить одному. Ты оправдан перед Богом. А она была там беременна или что-то. От кого она нажила? Откуда ты знаешь? К чего дитя будешь? Как в виде анекдота рассказывает. Она подала. Ну и он ушел и платил. Платил. Но не охота. Сыну 16 исполнилось. И он отпускает в последний раз. Договорились, что не через почту, а лично в руки. Ему на работе это не надо было знать. Вот сейчас пойдешь домой маме-то, отдашь деньги? Ты скажи, мама, это последний раз. Мне 16 лет. И ты, сынок, посмотри на ее глаза. То есть она привыкла жить. Он большой бизнесмен, получает деньги. Она сразу заела. Так, сынок, вернись назад и скажи папе. Ты 16 лет давал алименты за чужого сына. Это не твой был. Я от твоего соперника. Ты даже не видел, что на тебя не похоже ни капли-то. И посмотри, сынок, на его глаза. Это женщина самая хитрая тварь. Как Сераков говорит, хуже смерти. Хуже. Но хуже жены есть. Еще есть что-то. Я думаю, что стал Библии-то читать. За 50 лет дошел до этого. А это мужчина-подкаблучник. Который наследует злобу жены, а в то же время обладает большей силой. Это еще хуже смерти. Если муж не пошел за ней, а стал жить один, не погибло бы. А она и более 80 тысяч человек. Ну, судей 19 до 20 главу. Вот какое дело. Это все я под роликом выставлю. Вот это вот было. Юрий Соболев. Христос воскрес. Воистину воскрес, Юрий. Мир вам, Игнатий Тихонович. Вопрос, наверное, пустяковый. Однако, интересное наблюдение сделано недавно в храме. Некоторые братья стали надевать бабочки вместо галстуков. Не являюсь сторонником ни того, ни другого. Все же озадачен. Насколько это одно и то же. Или нет? Видите? Человек, это в Красноярске, он, Юрий, преподает в государственном университете, в академии, ведет курсы при епархии. И не хватает знаний на ответить на такое. Вот жизнь подставляет, какие вопросы. Или, может быть, он знает, да просто охота подтверждения найти своим мыслям. Я ему отвечаю. Далеко не одно и то же. Галстук – это аксессуар, мастонский знак. Раньше сцепь надевали рабам, а это галстук сегодня. А бабочка – это финтифлюшка. Претензию на нечто необщее, вроде музыканты, или белая тряпочка у иных на дождь некую в религиозных кругах. Вот перед горлышком сделать. Маленькие, такая, пальца в два или в три, это у католиков сняли. На православную форму священника никто не посягает. Еще не видел нигде, чтобы одевались. Ну, клоуну там есть, там, Береславского Иоанна, там, я не знаю, сколько их там, богородичники. Галстук, как обрыв собачьей неволи, то есть на чем-то привязан был, в неволе держали, оторвалась и убежала. Знак подчиненности – определенный знак правилам игры. Галстук на шее Гитлера и американцев, и советских коммунистов, и иных. Это для всех. А он не греет, он не является таким, каким-то нужным апартаментом в одежде-то. Ничего в нем нету. И постепенно, как он формировался, как завязать, затянуть. А то вот, музычка убили, так он таскал за галстук там этого прокурора. Иных наций и партий вот выходят, выступают, где-то не в щелме, а все в галстуках, где они бывают в международных консилиумах. Мусульмане частенько бывают там, в щелме у него, а у этих нет. Все одинаково ведут себя. В Центральной газете на полный разворот статья «Гейдар Олеев без галстука» из прошлых времен. И что? Он на катере с охраной. И когда он остановился на пляже, из моря приплыла женщина. Там, знали, никого нет. И вдруг плывет женщина. Откуда? Говорит, никто охрана, никто не знает. Но она сразу по ходатайству в этой квартире. И тут он говорил с ней и с иными не по регламенту подчиненности, обязывающего брести основной курс бандитской шайки. Коммунистов. Считали, что это самый жестокий в Центральном комитете, говорили. Не знаю, может быть, для такого народа такой правитель нужен, как этот говорил Шамиль. Это такой народ, пока головы три не срубишь, он не пошевелится. Ну, на колени и голову рубил, как капусту. Это Шамиль говорил. Вот. Запросто, по-семейному, потому что удавку снял. Или министры должны быть только с портфелями. Хотя в них может быть и просто бутылка с потыкача. Ну, то есть, водка какая-то. И вдруг вводят дожить министра без портфеля. То есть, фактически он не может влиять, но Совет может давать почтение, отвечая за него. Вот как епископ, а у него еще помощник векарный епископ. Это без галстука, без портфеля. Он не может сам рукополагать, ничего. Христос воскрес. Кстати, то, что мне... Так что это? Ну, это я уже отвечаю. Игнатий Тихонович, как всегда, кстати, озвучил то, что мне необходимо для беседы с человеком, оправдывающим торговлю в храмах. Вот мне часто пишут. Я, говорит, только хотел вам задать вопрос, и вдруг от вас вижу ответ. Это Бог делал. Тут у меня в университете было постоянно. Особенно одна, говорит, я пришла, всю жизнь моталась там и кришнаитом, и где только не была. И услышала про занятия в университете. И вошла, и села, и что интересно, в университете я веду занятия, и кто-то голову повернул, она заходит, тот человек поднялся и пошел на заднюю скамейку, а она в свободное место села передо мной, говорит, и рот раскрыла. И, говорит, у меня было семь вопросов, которые задавалось священникам, никто не отвечает. У вас, говорит, тема была там по кончине мира, что-то вдруг на меня посмотрели, перестали говорить. И Сталин отвечает на мои вопросы, которые я не задавала. Все в том порядке, как они у него были. Ответили на все вопросы. Я про это даже не знал, пока бы она не сказала и не написала это. Игнатий Тихонович, как всегда, кстати, озвучил то, что мне необходимо было. Слава Богу, Господь посреди нас. Елена Морозова, Пасха. Поклон из Витебска. Дорогой Игнатий Тихонович, поздравляю вас со светлым воскресением Христовым. Желаю здравия, долготы и лет и увеличения воскресших по слову Божий душ и радости от плодов вашего благовестия. Благодарю за ваши живые молитвы всех участников форума и видеоканала. Вот что, а всех участников форума и видеоканала, почему она сказала это? Как будто сильно близкая была. Поклон Надежде Васильевне и всей общине. Но я сразу задал вопрос, а кто ты такая? Это она зашла в личку на форуме. Поясните маленько. Ну, здесь у меня подозрение, что она была знакома. Валентин Крохмаль, Игнатий Лапкин. Прекрасные стихи. Это мои стихи. Вы большой молодец. Мира вам добра и любви. Христос воскресе. То есть, ни одного плохого сообщения на Пасху не было. И вот стихи. Иные, говорят, мы только и ждем стихи. А другие, смотреть бы, какой вы поэт, что ли? Что вы из себя строите? Ни поэты не строю. Это проповедь в стихах. Попытка более донести. Но вы когда поймете смысл там, маленько утишите пыл. Но представьте, я в литературном институте в Москве. И там поэтические курсы Лев Ашанин вел. Дают, там со всей страны стяжались, там какой-то семинар был. Дают по одному стихотворению. А я с дороги сошел, и дорогой написал, как Сыганский табор садился, и еще где-то. Меня попросили второе просчитать. Третье. Ну, я говорю, я уже три, да, большие стихотворения. Еще. А он говорит, у нас впечатление такое, что будет ветер, ворвался дверь, и форточки все распахнул. Значит, это был Лев Ашанин-то. И он не сказал там какие-то слова, вот такие уничижительные мне. Нет. Ничего нет. А тогда у меня и было-то. Дорогой не написал, и бросил, и забыл. Но потом сказали, сохраняйте это. И у меня сохранилось 3467 стихотворений, по 9 куплетов каждое. Это не две строчки. А спрашиваю, так как-то много или мало. Это вместе взятое Пушкин и Лермонтов, Пушкин и Лермонтов, Блок, так это еще меньше. И Некрасов. Это еще меньше, чем написано у меня. У меня готово к изданию. Четыре тома. Четыре тома, по 800 страниц. На каждой странице 42 строчки. Все заняты. С эпиграфом из Библии. Они стоят в интернете, в нашем сайте. Эти выставленные издатели, я их не могу. Нужно около 2,5, почти миллионов. Сегодня издать тысячу экземпляров. Вот так. Отвечаю. Я же один. Почему, говорит, вас не видно? Если на треноге установил только на текст, то свою голову уже и негде притулить. И когда есть снимающие, то он приближает текст, поворачивает аппарат и удаляет. Подальше делает. Чтобы вместить в рамку-то. Вместились. В рамку. Видите, даже пишут еще сколько ошибок. Один я. Один. Это еще ладно. А то он раз полэкрана видно только. Вот здесь. Ну вот я пару слов поприветствую со всеми. Христос воскресе. Ну видно меня? Нет. Может быть, мне надо в экран ототвойти. Вот. Богу нашему слава. Не могу я один. Один. Женщинам тут доверить не могу. Она что-то не так делает. Богу слава. Ой. Я и забыл. Вернулся назад. Вернулся. Еще не посмотрели вот эти вот. Это у нас же. Вот видишь какой. Это вот наш мой мир. В моем мире лучше всего люблю работать здесь. Вот. Мой мир. Mail.ru называется. Вот здесь я даже могу сказать 18916 наших фотографий. Наших. И 3157 видео наших. Здесь же. Это на полторы тысячи меньше, чем в Ютубе. Ну и вот сегодня пишет. Лидия Алехина Воронеж. Христос воскресе. Воистину воскресе. Да хранит Господь вас, родных, жителей вашей деревни. В благодати Божией и дорогой наш человек. Лидия. Вот видите как. Вот. Много на телефон приходило таких. Ну это вчера я тут посчитал, что секретарь местной метрополии написал. Очень такое. Расчувственное прямо письмо. Хорошее. Так. Ну и вот наш видеоканал. Православный видеоканал Восвятия Библии. По-русски. Да и идите. Открытым оком Восвятия Библии. Вот написано. Канал Восвятия Библии. Открытым оком Игнатий Лапкин. Вот эту вот. И вы сразу выйдете на нас. А тут плейлисты. Вот сегодня я выставил это. Сейчас я могу показать. Вчера маленький выставил. Совсем маленький. Никита отжимается. Вот сейчас я его обновлю. Вещерком выставил. Маленький. Что-то такого-то особенного-то. Никита отжимается. 233 просмотра за 13 часов. Для нас это вообще много. Ну и здесь. Что интересно. У меня много. Когда я вел 123 занятия. Сохранилось. В Потеряевке. Но их выставили раньше. Кто помогает мне. Замки. Замки снимаю я. Но так как новые поступления идут. Ролики-то под замками. А они далеко там. Я их выставляю. Их тут не видно. Их нету. Вы все время ищите. Там уже где-то 40-й примерно. Они не появляются здесь. Надо дальше туда идти. Занятия в Потеряевке называются. Но они будут на моем мире. Вот здесь вот. Вот в моем мире я их сюда перетащу. Даже может сейчас уже есть. Сейчас я попробую обновить. Показать. Вот. Ну. Тут не сразу-то еще. Что такое? Это не спор. Вот уже сюда перенеслось. Еще что. Вопросы и события дня. Вчерашний. Колокольный звон. Еще что. Занятия в Потеряевке. Вот оно. А тут есть. Какое? Как называется? Самость и гнев. То есть по тематике. Вот сюда уже оно перенеслось. А там нету. А это 21-й ответ из Библии. Это которое у нас 4124 вопроса и ответа. Я их покажу где они находятся. 4124. Вот. Вот. Это наш сайт. Вот они ответы. 4124. И они начались. Ну. Просто показываю. Начал выставлять. Это больше будет полутора тысяч новых роликов. И они далеко туда уходят. И нет. Но это вышло здесь недалеко. Что написано? Ответы по Библии. Спектакль дьявола о вере и материализме. Вот. Посмотрите здесь. Ответы. Ответы. Могу сказать, что ответы, которые я даю здесь. Это в университетах, школах, милициях, воинских частях. Три радиопрограммы. Такие ответы не составит сегодня никому. Я так думаю. Никому. Почему? Потому что нужно быть абсолютно свободным. Это по четырем параметрам. Это знать Библию. 77 книг с неканоническими. Знать любой вопрос. Где написано? Мгновенно. Это я уже даю на аудиторию. И дальше. Знать жития святых. 1173 биографию. Почти наизусть. Необходимо знать. А дальше. Каноны. 719 канонов. Вселенских поместных соборов и святых отцов. Книга правил. Это тоже на вскидку должно быть. И труды святых отцов. Это 300 томов фолиантов. Я их и сам еще не все держал. 6 томов у Северя-Масирина. Я только 5 знаю. Не полное. Иеронима Стридонского тоже не всего считал. Златоустов всего до строчки насчитывал. Начитаны в аудио. На нашем сайте находятся. Это попутно сказать. Но возвращаемся назад. Вот тут уже вышло. И кроме того. Жития святых. Сегодня 3 жития святых выставлены. Которые я насчитывал. А где они? А вот здесь они как раз и берутся. Вот взять здесь. На жития святых. Чтобы увидеть где. Вот православный видеофорум. А вот здесь главное. С левой стороны не видно теперь. Вот я нажимаю. И здесь откроется жития святых. Вот они. На каждый день. Вот они идут. Их уже много. Вот здесь. Ну вот тут можно даже узнать сколько. Вот тут можно слушать аудио. Скачать для себя и слушать. Ну и самое по объему большое. Это наш сайт во свете Библии. Православный библейский сайт. Вот здесь стихи. Стихи. Звук видео. 50 книг аудио. Только мной насчитаны были в прошлые годы. Здесь про лагерь. Про деревню. Новый Завет. Книги. Вот это как бы моя биографичная книга. 752 страницы. Два священника писали. Ну и документы. Фактически. Что писала печать. Местная. Районная. Краевая. Российская. Зарубежная. Все что было. И вот в этой книге собрано. И он откнил. Допустим. Я ткнул. Для слова Божьего нет. То есть вот оно содержание идет. Содержание. Видимо и не видно даже на левой стороне. Почему-то далеко. Ну а теперь что интересно. Ну что-то такое. Последнее слово на суде. Я ткнул. Вот последнее слово, которого не дали сказать. Вот оно теперь идет. То есть материал богатый и очень интересный. Ну. Прочитайте. Богу нашему слава. Богу нашему слава.